Это день, 16 июля 1054 года, иногда считается датой, когда состоялась великая схизма о раскол церкви на католическую и православную. 16 июля умер Иван VI, он младенцем был возведен на трон, после чего в результате переворота был свернут Элизаветой Петровной, дочерью Петра Великого. 16 июля 1814 года состоялась первая публикация стихотворения к другу стихотворцу юного поэта Пушкина. «Арист, и ты в толпе служителей Парнаса, Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса, За лаврами спешишь опасной стезей, И с строгой критикой вступаешь смело в бой!» Такими словами начиналось стихотворение 15-летнего лицеиста. Поэтическая проба Пера по названиям к другу стихотворцу была опубликована в журнале «Вестник Европы» и подписана псевдонимом Александр Н. К. Шапе. Из скромности или из боязни разноса в пух и прах юный Пушкин отправил стихотворение в журнал без подписи. Однако издатель попросил анонима объявиться, опубликовав извещение. «Мы поставили себе законом не печатать тех сочинений, которых авторы не сообщили нам своего имени и адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики». Надо сказать, стихи юного поэта уже подвергались критике, что подтверждал публицист Анненков. Пушкин любил импровизировать комедийки и, по общему согласию с сестрой, устроил нечто вроде театра, где автором и актером был брат, а публикой – сестра. Раз как-то публика освистала его пьесу «Похититель». Скажите мне, почему «Похититель» освистан портером? Увы, потому что бедный автор похитил его у Мольера. Вся информация записывалась Анненковым исключительно со слов старшей сестры Ольги. Официальных рукописей ранних стихотворений Пушкина, увы, найдено не было. 16 июля 1897 года воскресенье было официально объявлено выходным днем. После принятия христианства только один день на Руси назывался воскресеньем – светлое Христово воскресенье. Лишь со временем воскресенье трансформировалось в название одного дня. Причем в других славянских языках воскресенье называли «неделей» от глагола «не делать». Уже начиная с XVII века постепенно начали применяться ограничения на работу крепостных по воскресеньям. Особенно постарался на этом поприще Павел I. Но окончательно статус выходного дня придал указ государя Николая II. Нарушителей закона ждал арест или денежный штраф, хотя в условиях сдельной оплаты труда закон можно было обойти. Или по взаимному соглашению рабочие могли отработать в будний день вместо воскресного. «Между воскресеньем и субботой я повисла птица вербная, На одну крыло серебряная, на другое золотая, Меж забавой и заботой пополам расколото, Серебро мою суббота, воскресенье золото». Марина Цветаева 16 июля 1917 года началось так называемое июльское восстание. Это была первая пока неудачная попытка большевиков прийти к власти. 16 июля 1918 года советская власть закрыла новую жизнь Максима Горького. Газета просуществовала около года и была закрыта за критикой революционного террора большевиков. 16 июля 1920 года постановлением СНК РСВСР были установлены персональные пенсии, присуждаемые за исключительные заслуги перед республикой во многих сферах деятельности. 16 июля 1944 года состоялся партизанский парад в городе Минске. Партизанский парад состоялся через две недели после проведения Минской операции и освобождения столицы Белоруссии от оккупации. В победном шествии приняло участие 30 бригад численностью 30 тысяч человек из 370 тысяч общего числа партизан-белорусов. Накануне праздника многие из них получили государственные медали «Партизану Отечественной войны». Ведь они внесли огромную лепту в дело победы. Пустили под откос порядка 11 тысяч вражеских эшелонов, разгромили десятки железнодорожных станций, около тысячи вражеских гарнизонов и немецких военных складов. Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие и схудалые мужчины. В руках у них была самая удивительная коллекция оружия, сражающихся тогда армий, испестренные еще оружием, которое изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом, так вспоминал очевидец. Гордость за однополчан испытывал и участник парада «Козел-малыш», талисман отряда «Борьба». Но прощая оружие, сказали не все партизаны. На следующий день многие из них вернулись в строй. Операция «Багратион» близилась к завершению, а священная война продолжалась. Таким был этот день 16 июля. Субтитры создавал DimaTorzok